Мы должны носить имя Христова в своем сердце и всегда помнить, что мы христиане. С такими словами, с таким напоминанием обратился к своей пастве в день памяти священномучника Игнатия Богоносца и святого праведного Яна Кронштадтского, митрополит ташкентский узбекистанский Викентий. Богослужения проходили в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. Память сразу двух великих святых, первого века христианства и уже почти наших дней совершила Церковь. Священномучника Игнатия Богоносца называют так, потому что он всегда носил имя Божие в своем сердце, в прямом и переносном смысле. Он был растерзан зверями, и его сердце, когда раздробили, то увидели, что там было начертано имя Иисуса Христа. Он нос в своем сердце Христа Спасителя. Он всегда произносил имя Христова. То есть вот эта благодатная, всевогущаяся, сильная молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот эта молитва была в его устах всегда, и эта молитва начерталась на его сердце. Мы можем молиться святому Игнатию Богоносцу о том, чтобы он и нас научил молиться Иисусовой молитвой, и всегда предстоять душой перед Богом. Святой Иоанн Кронштадтский тоже горячо любил Христа. Он каждый день причащался тела и крови Христовых. Сегодня мы можем просить у него искренней любви к Богу, чтобы мы были христианами не только по воскресеньям, когда идем в храм, но и в каждую минуту своей жизни. От каждого из нас зависит, как дальше сложится наша судьба, и если мы не будем сами делать шаги к Богу, Господь не спасет нас насильно даже по молитвам самых святых людей. Так святой Иоанн Кронштадтский просил Бога не попускать тех ужасов, которые нависли над нашей страной в начале 20 века, но слишком много людей не хотели жить с Богом. И призывал людей к тому, чтобы люди жили более благочестиво, богобоязвенно, не преддавались вот этим всем слабостям человеческим, как мы сейчас выражаем империализмом, а жили в традиции, в вере православной, чтобы Господь помиловал. Но, к сожалению, не был услышан Его голос, и совершилась вот эта великая трагедия, которую в этом году мы вспоминаем. И мы вспоминаем наших новомучников и исповедников Церкви Русской, которые за веру Христову претерпели и подоблись мученического бенца.